Сколько древних людей мы еще откроем? Много. Потому что, как выяснилось в последнее время, на разных, например, островах Индонезии жили разные виды древних людей. А этих островов несколько тысяч, на всякий случай. Так что возможности у нас еще вагон. Другое дело, что на материках, скорее всего, много мы не найдем, но есть вероятность обнаружения и в Африке, как это ни странно. Несколько видов островопитеков нам просто гарантировано сто процентов. И, может быть, еще парочку видов даже в Евразии найдем. А если повезет, еще и где-нибудь в Америке неожиданно. Но это, правда, если очень повезет. Какие книги по антропологии должен прочитать каждый человек? Ну, каждый человек я не уверен, но это учебник Рогинского Левина желательно, потому что он монументален. Он, конечно, в каких-то частях устарел, но, скажем, расследование там очень крутое. Потом не помешало бы прочитать книжку Негашевой, Марина Анатольевна. Я, к сожалению, точно название не помню, но суть про морфологию человека. Это как мы устроены, как мы сделаны и как это определяют антропологи. Ну и третье, чтобы все не заснули над учебниками, допустим, мое достающее звено. Почему некоторые люди плохо запоминают имена? Потому что у нас запоминание свойств других людей, в том числе имен, внешнего вида и каких-то там свойств и качеств определяется височной долей. А в этой же височной доле у нас есть области, которые занимаются определением разных свойств живых объектов. Ну, то есть отличие там бизона от зубра, суслика от сурка и так далее, и так далее. Если у человека вот эти все другие свойства очень хорошо ему известны, он все закачался в голову, то место забивается и височной доле не остается места на фамилии и имена. Правда, я не вручаю, что это объяснение супер-меганаучное. Это как я себе это представляю для себя. Вообще, надо спрашивать каких-то психологов и специалистов по строению мозга, конечно. Какая лженаучная теория раздражает вас больше всего? Ну, они меня все раздражают примерно одинаково. На некоторые я смотрю вот так, некоторые я смотрю вот так. Ну, наверное, тут меня больше всего касаются, строго говоря, две как бы версии. Ну, это примерно про одно и то же. Что Дарвин был не прав, мы не произошли от обезьян, мы там от кого-то там и чего-то там еще. Это первое, ну, потому что она уже настолько занудный, в зубах навязывался, сколько можно. Вот. И второе, ну, она, в принципе, сопутствующая всегда рядом. Про то, что люди делятся на высших, хороших и низших каких-то ужасных. Ну, вот. И, ясное дело, тот, кто это выговорит, он-то, само собой, высший. Ну, вот, это тоже уже настолько надоело. И сколько можно это объяснять? Еще там с 19 века и то, и другую, как бы, фигню разложили по полочкам. Все уже давно, вроде бы, объяснили. Все время, каждый раз оно всплывает. Ну, собственно, здесь раздражение в основном из-за навязчивости. Сколько можно уже одно и то же говорить. Что является самой ценной находкой для антрополога? Ну, по факту, это череп с зубами. Потому что антропология, ну, морфология, да, эволюция черепа и зубов изучена лучше всего. Это самая частая находка, поэтому она и самая ценная. Если бы у нас сохранялись в основном копчики, то копчик был бы самой ценной находкой. Если бы на копчики больше всего внимания обращали, ну, тогда бы все и на них молились. А по факту, у нас культ черепа. То есть, всегда антрополог рад любому огрызку, то есть, что бы там ни нашлось. Ключица, ребро, там, что угодно. Но череп он всегда приятнее. Каково dużo милли planet быть. Дождwalk. Я занятие. Сейчас я только решил lass destiny, громче, радость, Как только на европ orthограммируется. Когда всё пять назад, я стараюсь как-то в порядке, только некоторое, который находится через второе. Продолжение следует...